Привет всем любителям ММА. На горизонте очередной Apex, очередной UFC Лас-Вегас, Порье против Хукера. Уже меньше недели до него осталось, но по-моему карт так до конца и не сформирован. Всего 10 боев, это маловато. Хотелось бы конечно чтобы еще один или два боя добавили, но я записываю сейчас, пока есть время, так как есть. Изменения, дополнения, убавления, если что посмотрите у коллег. Ну и первый бой это у нас Джордан Гриффин против Юсефа Залала. Гриффин провел три боя в UFC, неплохой в общем-то бой, но перед этим отобрался на контендер сериас. Неплохой более-менее бой провел с Деном Игги, плохой бой провел с Чесом с Келли и странный бой провел с Ти-Джеем Брауном. Гриффин это по сути грэпплер, который наверное для грэпплера более-менее неплохо стойкий, в общем-то ударить с рук может. Но очень он любит бороться, очень он любит сабмишины, предпочитает их буквально и пытается их изобразить по делу и не по делу. То есть он без конца контратакует, потому что в принципе трейдаун диффенс у него не особо, его в общем-то часто переводят и вот он снизу пытается постоянно что-нибудь соорудить. Плюс-минус он это делал в бою с Деном Игги, все время это пытался делать и еще много чего неправильного делать в бою с Чесом с Келли. И опять же без конца контратаковал снизу Ти-Джеем Брауна, который его раз за разом переводил. Ну Браун там взорвался и в конце концов очень такую оригинальную сложную гильотину эффектную Джордан Гриффин все-таки соорудил. Вот такой боец и противостоять ему будет Юсеф Залал, боец гораздо более молодой, 23 года всего. Выступал в основном в ЛФА в последнее время, ну там скажем с переменным успехом. С переменным успехом. Ну вот из-за эффектного нокаута в бою с Джеми Эрнандесом, он там по-моему выскочил на коротком с Остином Линго в дебютном бою в UFC и провел достаточно неплохой бой. В общем-то у них с Гриффином есть много схожего. Например, там у Залала больше половины его побед это сабмишины, 5 из 8. У Гриффина сабмишины из 18 побед, 9 сабмишинов. То есть оба любят бороться, обоих при этом можно бороть. То есть тот же Юсеф Залал, как и Джордан Гриффин, он может перевести, занять позицию, контролировать, что-то делать в Гранд Эн Паунде и в основном атаковать сабмишинами. Но также и Юсефа Залала и Джордана Гриффина можно самих перевести. На них тоже удобно расположиться и полежать. Проигрывал уже так Залал в бои, но в последнем вот его бою, вернее в дебютном его бою в UFC, в общем-то он мне понравился. Он там шел сильным андердоком. Остин Линго неплохой ударник с таким хорошим панчем, но Залал его вчистую там переиграл. В общем-то в чем, например, различие Залала и Гриффина, это в ударке. Залал это такой очень подвижный кикер. Кикер неплохой и двигается он неплохо и бьет с ног он очень неплохо. И, собственно говоря, вот эту смесь движения пинков и борьбы он очень удачно использовал в бою против Остина Линго. Если Джордан Гриффин последний свой бой проводил опять незнамо как, то Залал, мне кажется, гораздо более прагматично и грамотно свой бой провел. То есть, честно говоря, мне кажется, что Залал хоть может быть, ну и вернее не может быть, он однозначно проигрывает в опыте. Но может быть все-таки, несмотря на то, что у него есть некоторые там недоработанные моменты, он тоже сыроватый, конечно, как и Гриффин, но возможно он чуть-чуть поумнее будет. Официентов на американских букмекерах пока нет вообще. Я взял у наших, то есть пока предварительно Гриффин 1.71, Залал 2.15. Ну что здесь сказать? Гриффин в качестве фаворита мне точно не интересен и даже, наверное, по равным коэффициентам он мне тоже будет не интересен. Вот если Гриффин будет андердогом, тогда надо будет смотреть за какой коэффициент. А так, в целом, если Залал будет андердогом у американских букмекеров, ну, мне кажется, что Залал – это ставка, о которой можно подумать. В целом, этот турнир мне не особо нравится. И состав слабый, и по ставкам я каких-то хороших вариантов вижу крайне мало, потому что здесь, ну, не так много андердогов, за которых хочется притопить, а фавориты идут за такие коэффициенты, и это такие фавориты, что они своих коэффициентов там, может быть, и не стоят в ряде случаев. Поэтому, поэтому буду ждать коэффициентов и думать про Юсефа Залала. Это может оказаться неплохой вариант. Такаши Сато против Рамиза Брахимая. Такаши Сато – японский боец, провел два боя в UFC, выступал в промоушене Панкрейс, выступал достаточно неплохо. Сондерсон в дебюте хлопнул, дальше проиграл Белалу Мухаммаду. В общем-то плюс-минус терпимый бой проводил с Мухаммадом, как бы проигрывал ему, конечно, ну, не разгромно. Но, однако, в третьем раунде что-то он подустал, как мне показалось, и залез в сабмишин. В целом, в общем-то, это ударник. Ударник неплохой, тренируется он и в американских кемпах. Был замечен Форнокс 365, его углу был замечен Камаро Усман. Поэтому, в принципе, парень выглядит перспективно, как мне кажется, более-менее. Выходит, они оба на коротком уведомлении, но я посмотрел. Такаши Сато определенно тренировался последнее время, причем последние там пару месяцев, скажем, я посмотрел. Много у него фотографий с тренировок. Должен, я думаю, быть в неплохой форме. Рамис Брахимай. Это, видимо, я так понимаю, американец, возможно, албанского происхождения. Потому что что-то какая-то у него там тема с Косово где-то там звучала. Но он из мусульманской тусовки. Тренируется в Форте с ММА. Это, конечно, круто. Хороший лагерь. В основном выступает последнее время в ЛФА. Выступает там с переменным успехом. Всех, кто вообще ничего из себя не представляет, он душит. Он грэпплер. Грэпплер неплохой. Ну, а тех, кто более-менее что-то из себя представляет, он им проигрывает решениями. Я, правда, честно сказать, не нашел вот эти бои. Не так много по нему материалов. Вот кое-что я посмотрел. Например, Вильям Маккиара или Массиара. Бразильский боец. Он выступал в UFC одно время. Ну, вот это более-менее показательный бой. То есть, я бы сказал так. Ну, стоечка у него слабенькая. Слабенькая стоечка. Чисто такая грэпплерская. И плюс еще, к тому же, сыроватая весьма. В атаке что-то может, но пропускает он много. Пропускает много. Сабмишины у него действительно неплохие. И он, скажем так, очень хорошо может... Как бы это объяснить-то? То есть, вот он сидит у тебя за спиной и уже бац, он тебе кимуру уже накрутил. То есть, он в моменте ориентируется и так вот внезапно достаточно может атаковать. И атаковать успешно в плане проведения сабмишина. Поэтому здесь будет противостояние Крэплера и ударника. Ну, мне кажется, что все-таки ударник в целом гораздо более опытный. Вообще-то, Каши Сата у него база дзюдо, поэтому плюс-минус он в борьбе соображает. А вот гражданин Брахимай, по-моему, в ударке совсем прям мало соображает. Поэтому на Сата 1.54, на Брахимая 2.45. В принципе, я считаю, что Сата здесь можно рассмотреть как какого-то кандидата в двойник, например. Либо можно смотреть этот бой в лайве. Если у Брахимая в первых раундах не будет получаться сабмишина, то потом можно Сата, по-моему, смело забирать. Как мне показалось, у Брахимая еще кардио там не супер. Плюс он тут выскакивает на коротком. Как он будет готов, не знаю. Поэтому здесь я за Сата. И нужно смотреть досрочку. Я думаю, здесь она вполне возможна. Мара Ромера Баррелла против Миранды Маверик. Здесь можно сразу к коэффициентам перейти. То есть напоминаю, что здесь у меня стоят ставки не те, которые я считаю надежными, а те, которые, на мой взгляд, нужно делать по тем или иным причинам. То есть либо они действительно выглядят надежными, что не всегда, к сожалению, говорит об их реальной надежности. Либо, ну скажем, об их валуйности. Если вот это безумие не прекратится и на Барреллу ближе к турниру останется коэффициент больше трешки, я ее определенно заберу, если она будет нормально готова и нормально настроена. Это важно. В этом бою это очень важно. Нужно, конечно же, внимательно посмотреть взвешивание экстердауны. По сути, что мы здесь имеем? Мы имеем бойца уровня инвикты, Мару Ромеро Баррелла. Она, собственно, в инвикте-то и провела, но там, правда, всего один бой. Ну, все, что у нее было до этого, это уровень не выше инвикты, скажем так. И вот этот боец уровня инвикты, его занесло каким-то ветром в UFC. И, естественно, всей путней оппозиции в UFC она проигрывает. Тем не менее, она все-таки в UFC провела шесть боев. Тут у нее, что, два боя закончилось быстро. Один раз она отлетела, один раз она задушила. Ну, и хотя бы там четыре боя трехраундовых, в том числе с такими бойцами, как Чугагян, Мерфи, ну, хотя бы Делороса, да. Миранда Маверик – это просто боец инвикты. И, по сути, у нас сейчас в октагоне встречаются, ну, можно сказать, два бойца инвикты. При этом Миранда Маверик очень молодая, всего 22 года, базовый борец, начала заниматься джиу-джитсу. Потом подключила, ну, наверное, это называется США, студенческую борьбу. Борется она действительно неплохо. Ну, Борелла тоже борец, там, с базой дзюдо и так далее. И, в общем-то, в борьбе, ну, я даже не знаю, кому отдать предпочтение. Ну, допустим, Маверик. Пусть будет, пусть будет ее борьба немножко лучше. Пусть она будет немножко, там, большим фаворитом за счет того, что Борелла идет, конечно, на отвратительной серии с поражением. Они это все видят. Она вообще по-тупому проиграла Кортники, если недавно все это видели. Ну, не тянет девка в UFC, что говорить. Если сравнивать в ударке, ну, я вот начал, посмотрел бои Миранды Маверик. Собственно говоря, она, в общем-то, вот, пожалуйста, в восемнадцатом году потерпела поражение в UFC решении. В девятнадцатом потерпела поражение в этом, в инвикте решении. Причем там бойцы, ну, определенно не самые там скилловые. Ну, да, она прогрессирует, наверное, развивается. Я вот, когда начал смотреть ее бои, сначала поглядел некоторые бои восемнадцатого года, ужаснулся просто ее ударки. Подумал, ну, вообще, как так можно? Потом посмотрел бои девятнадцатого года, ну, стало получше, да. Получше стало, но это все равно очень такой базовый кикбоксинг человека, который имеет представление о борьбе. То есть, опять же, если в ударке брать, ну, у Борреллы тоже ударка далеко не сказочно. Опять же, они плюс-минус сопоставимы. Здесь бы я уже какое-то, может быть, минимальное совсем преимущество отдал Боррелле. Чисто за счет того, что она, ну, имела опыт встречи в UFC с хорошими ударницами типа Чукогиан и Мерфи. То есть, как-то вот так. То есть, сказать, что вот на Миранду Маверик должен быть коэффициент 1.33, я как бы не понимаю никаких оснований, с чего он так должен быть. Естественно, Миранда Маверик может выиграть этот бой. Возможно, у нее больше шансов, может быть, там, ну, там, 55 на 45, ну, там, максимум 60 на 40 максимум. То есть, здесь, соответственно, если коэффициенты останутся в районе таких, то я просто заберу Борреллу при условии, если она будет нормально готова, если ее там не будет качать на взвешивании, если у нее не будут бегать глаза на стердаунах, то, в принципе, я считаю, это достаточно неплохой ставкой. Ну и далее у нас Шон Вудсон против Кайла Нельсона. Начнем с Кайла. Канадский, по сути, грэпплер. Три боя в UFC. Проиграл Феррери, это нормально. Странный бой выдал с Мэттом Сейлсом. В первом раунде практически умер и был практически убит Сейлсом. Там потерялся, что-то он там упал и Сейлс его там избивал внизу. Во втором раунде камбэкнул. Весь раунд душил Мэтта Сейлса. Как он его не задушил, непонятно. Ученые до сих пор исследуют различные тайны, там типа вот Тунгусского метеорита или... Почему Кайл Нельсон не задушил Мэтта Сейлса во втором раунде? Потому что там у Сейлса уже было там, не знаю, багровое лицо, вытаращенные глаза. Ну вот не хватило ему силенок и скиллов. Ну и, собственно говоря, они оба зверски устали после таких двух плотных раундов. Но, видимо, Нельсон устал больше. В третьем раунде уставший боксер Сейлс задушил уставшего грэпплера Нельсона. Ну, с Пола Рейсом все сделал по красоте. Не очень, конечно, считается, потому что Пола Рейс уже пробитый. Ну там, в общем-то, Нельсон показал, что он в стойке кое-что может. У него чисто грэпплерская, конечно, стойка, но при этом тяжелый удар. И, как говорит Алексей Олейник, глубоко пофигу по правильной траектории, летит мой оверхенд или нет. Потому что если он долетает, то это все равно больно, неприятно и можно отправиться спать. Ну вот, Нельсон примерно такой человек. Шон Вудсон, конечно, известен своими габаритами для весовой категории. Он офигеть какой здоровый. У него будет 10 сантиметров преимущества в росте и 20 сантиметров преимущества в Ричи. При том, что Кайл Нельсон, в общем-то, не маленький парень. Ну, такой, средний как минимум. Выступил на контендер Сириус. Там было запоминающееся колено. Ну и дебютировал с Кайлом Бочником. Бочнику не оставил ни одного шанса. Бой пройдет в кэтчвейте с 68 килограмм. Вудсон гоняет много. Надо смотреть на него на вешалке, как он будет себя чувствовать. Как можно победить Шона Вудсона? Ну, можно в прыжке достать, если достанешь панчем до его головы и отправив нокаут. Можно накрутить ему какой-нибудь ролл на ногу. Выйти на какой-нибудь потом хилл хук. Можно, имея комплекцию какого-нибудь там Мишеля Прозероса. То есть, будучи каким-нибудь борцом с очень низко посаженным центром тяжести. Его там три раунда тянуть вниз и все-таки его там стянуть и как-то удержать. Ну а наиболее такой реальный способ, который мне приходит в голову, это отбить ему ноги. Поэтому, заглядывая за спину Кайлу Нельсону, я уже хотел бы Шона Вудсона посмотреть с Крисом Гутейресом. Вот это было бы интересно. Ну, в общем, если так вот сильно не заборачиваться, такой поверхностный анализ сделать, то он настолько здоровый, что я, честно говоря, не знаю, как и кто пока к нему может подступиться. Он здоровый, в смысле габаритный. Он очень работоспособный, выбрасывает достаточно много ударов. У него хорошее кардио. И в силу своих габаритов, вот этой своей такой паучьей устойчивости на конвасе, он хорошо защищается от борьбы. Его просто очень сложно перевести. Поэтому я не знаю, что Кайл Нельсон будет с ним делать. Вот, собственно говоря, все, что я могу сказать про этот бой. Поэтому Вудсон за полтора, ну, как по мне, партнер в любой двойник. То сейчас уже у нас практически, можно сказать, андердоги закончились. Дальше пошли у нас фавориты. Хочешь фаворита – бери, хочешь – не бери. Вудсон еще более-менее нормальный вариант, как мне кажется. Но если Кайл Нельсон победит, я прямо удивлюсь. И прямо он будет вообще молодец. Но я думаю, что если Вудсон будет готов, если он не будет там изможден весогонкой, если у него будет какая-то плюс-минус подготовка нормальная, то он этот бой должен забрать, ну, скорее всего, решением судей. Ну и Луис Пена против Хам и Ворти. Опять Луис Пена и опять забегая вперед за 1.36. Очень переоцененный, конечно, боец у букмекеров. В общем-то, выступает-то он не всегда замечательно и бои дает достаточно близкие. И своих коэффициентов он не стоит. Но при этом, кроме сплита с фреолой, совсем уж себя так ничем не замарал. Боец, конечно, который, скажем так, смотрится перспективно. Но что-то он смотрится перспективно уже очень давно. Какого-то роста, прорыва, каких-то ярких выступлений, досрочек, доминирующих каких-то моментов от него не видно. Бой с Мэттом Вайманом я не считаю. Все так достаточно у Пены. Скучненько пока что. Поменял он Икей на АТТ. Посмотрим, может, ему там что-то привьют. Ну, в принципе, что про Пену говорит. Отличные габариты, хороший грэпплинг. Плюс-минус такая стойка с акцентом, наверное, на какой-то тайский бокс. Там часто колени он любит вставлять. Но вот классического бокса ему конкретно не хватает. Ну, ему не хватает активных действий в октагоне. Он зависает иногда. Зависает, думает, ждет, что-то там выцеливает. Пытается выдернуть на себя и теряет на этом время. Поэтому его выступления получаются достаточно часто невзрачными. Хамма Ворти залетел на коротком уведомлении. В 19-м году совершил абсет века. Вообще, если пробежаться по его истории, то вот в 15-м, 16-м, 17-м году он был четырежды нокаутирован. Нокаутирован достаточно жестко. Тут вот наши знакомые есть Билли Кварантила. Тот же самый Кайл Нельсон из предыдущего боя. И такие нокауты были очень нехорошие по многим показателям. Во-первых, они в основном были тяжелые, что его там выключало напрочь. Во-вторых, они были следствием его крайне небрежной защиты. И в-третьих, некоторые из этих ударов, они были, ну, такие, достаточно непохожие на нокаутирующие. То есть не то, что там кто-то подошел к нему и оверхенд от горизонта махнул. Нет, он там, грубо говоря, раз или два, ну, от каких-то там практически джебов упал и прям сразу терялся. То есть держака у Вортии, ну, я думаю, все-таки нету. То, что он в восемнадцатом-девятнадцатом году выдал вот такую вот хорошую серию из пяти побед. И тут у него досрочки есть. Это произошло вследствие двух таких моментов. Во-первых, он стал однозначно аккуратнее и собраннее. Он все время защищает теперь свою голову. Его голова все время прячется за боксерским блоком. Это, конечно же, хорошо. Ну, а второе обстоятельство – это уровень оппозиции. Здесь прямо такие несерьезные бойцы. И вот на этот пяти-раундовый винстрик я бы не западал. Тут нет, честно говоря, ни одного, по-моему, путнего бойца. Такие все. Ниже среднего даже по меркам тех промоушенов, в которых Кама Ворти дрался. С Девонте Смитом, я считаю, все-таки ему немножко фартануло. Во-первых, Девонте Смит очень несерьезно, мне кажется, отнесся к этому бою. Они когда-то были знакомы с Хамой Ворти, по-моему, спарринговали вместе. Ну, и он вышел как на такой спарринг. Все там улыбался, смеялся и до боя, и по ходу боя. Ну, и просто в одном из разменов он схавал левый хук. Не сказать, чтобы он-то был какой-то прямо очень зрячий. И просто парни там вступили в размен, кто кого достанет. И Хама Ворти достал Девонте Смита первым. Удар пришелся как-то так, не знаю, немножко за ухо, что ли. И Девонте Смит сразу потерялся, и все на этом закончилось. В общем, Хама Ворти это, наверное, все-таки ударник. Больше, честно говоря, не помню особо борьбу в его боях. Я уже вот сейчас конкретно не стал их пересматривать. Я их смотрел давно, когда он где-то два или три месяца назад должен был с кем-то драться. Не помню с кем. А, ну вот тут с Зайтаром он должен был драться и с Джонсоном. Я там кое-что пересмотрел, но уже немножко подзабыл. В общем, я к чему. Пена однозначно, ну не однозначно, а весьма вероятно, что борется лучше, чем Ворти. В стойке тут у них настолько разная стойка, что я даже не знаю, что сказать. По сути тут Пена, который постоянно прыгает с коленами и с коленями. И Ворти, который, грубо говоря, пытается боксировать. Не знаю, кто из них будет лучше в стойке. Я думаю, что Луис Пена последний свой бой провел со Стивом Гарсия. Гарсия, конечно, менее опытный боец, но, как мне кажется, определенно более опасный ударник. И такой, ну, более собранный, что ли, чем Хама Ворти. Там, соответственно, естественно, не пробитый и так далее. Ну и Пена просто его вот в наглую заборол, скажем так. Потому что у Гарсии проблема может быть определенная с борьбой. Ну и, собственно говоря, кроме одного эпизода в третьем раунде, где там Пена засунул свою голову туда, куда ее засовывать не следовало. И Гарсия там его прихватил. Остальные все три раунда Пена, ну, в очень скучной и прагматичной манере, но доминировал. Он сидел за спиной у Алекса Гарсии и его постукивал слегка, чтобы их не подняли. Я думаю, что этот бой сложится по такому же сценарию. Вот, потому что, ну, вот, наверное, бок все-таки у Хамы Ворти получше. Но, учитывая его держак, учитывая то, что он бился с достаточно низкоуровневой позицией, учитывая то, что я думаю, Пена все-таки боится и в целом лучше, а уж на конвасе он точно опаснее. Я в Хаме Ворти Андердога рассмотреть не могу. Если кто-то может его рассмотреть, то тогда спросите у него аргументы. Если вы их услышите, то у вас, и они вас устроят, то вас ждет очаровательный коэффициент 3.25 на Хаму Ворти. Ну, если кого-то здесь все-таки рассматривать, то, на мой взгляд, это Пена. Нужен ли Луис Пена с вот этими его не очень яркими выступлениями и с его способностью иногда слить бой, который он выигрывает? За коэффициент 1.36 это очень большой вопрос, его каждый будет решать самостоятельно. Таннер Боссер против Филиппа Линдса. Канада против Бразилии. Тяжи. Боссер, парень весьма опытный. Сколько у него боев? Так, 17 против 14 у Линдса. А, нет, 17 это победа у него. Боев 8. Нет, боев у них одинаково. По 8. Ну, хочется отметить, конечно, что Линдс был три раза нокаутирован. А Боссер? Боссер нет. Так, Боссер в пятнадцатом году был единожды нокаутирован. Тут что-то у меня какой-то сбой. Ну и давненько уже было тоже. В общем, Боссер два боя в UFC. Неплохой бой провел с Даниэлем Спиццем. Ну, Спиц так себе, конечно, боец. Ничего путнего. До этого с переменным успехом вступал он. Бился в том числе в ACB. Ну, неплохой боец, такой прагматичный. Достаточно подвижный и достаточно быстрый для тяжа парень. С отличными лоу-киками и вообще со склонностью бить ногами. Линдс победитель PFL. В каком году? В восемнадцатом? Да, в восемнадцатом. Потом год не выступал. Дебютировал в UFC с Орловским. Больше парень, наверное, про бокс. Неплохие бывают у него взрывные комбинации на руках. Руки быстрые, комбинировать умеет. Но делает это, как мне кажется, он редко. С Орловским первый раунд провел вроде более-менее неплохой. Второй, третий он как-то провел ну просто пассивно. Там Орловский-то делал немного. Но Орловский, по сути, двигался и бил его лоу-киками. На что Линдс крайне редко отвечал. Все что-то кружил, кружил, подстраивался, подстраивался. Так и не подстроился. Ну, я считаю, по делу проиграл. Обращайте внимание на вот такую ерунду, которую пишет Topology. Ну, если вы более-менее анализируете бои, хотя бы там сравнивайте показатели бойцов. Хотя бы элементарно, типа там Рича, ростом. Я просто в прошлый раз обратил на это внимание. Еще думал на Орловского ставить. Думаю, что это у Линдса такие короткие руки, он же до него не достанет. Ну, потом на взвешивании посмотрел, что, в общем-то, руки у них визуально совершенно одинаковой длины с Орловским. Полез еще другие статистические данные. Сейчас посмотрел. Ну, вроде 198 у него Рича, так что руки у него даже подлиннее, чем у Боссера. Ну, то есть, вот у нас здесь будет такое противостояние. Я в таких противостояниях обычно люблю выбирать боксера, что мне кажется, что боксер это всегда лучше, чем кикер. Но в этот раз я буду думать про кикера. В общем-то, Боссер мне нравится. Он боец умный. Может быть, не самый скилловый, но он знает, как бы, свой потолок. Знает, что он умеет, и то, что он умеет, он неплохо делает. Я думаю, что у нас есть хороший шанс увидеть повторение боя Орловского и Линза. То есть, Боссер будет танцевать вокруг Линза и осыпать его ударами. Линз будет за ним ходить, ждать и пытаться нанести свои комбинации. Я считаю, что Боссер будет в этом успешнее. Коэффициент, ну, более-менее такой нормальный. Можно посмотреть, что будет коэффициентом ближе к турниру. Если на Боссера не упадет коэффициент, если на стардаунах все нормально, я могу Боссера вполне себе забрать. Ну, и несмотря на маленький октагон, несмотря на то, что это тяжи, может быть, рисковая ставка, но Total больше можно рассматривать. Потому что Боссер, боец, достаточно аккуратный. И, в общем-то, он, ну, не знаю, Ганн ему, конечно, там накидывал. Но сказать, что Серил Ганн прямо его переехал, нет, Боссер даже с ним достоял. Я все-таки считаю, что Серил Ганн в ударке-то поинтереснее, чем Филипп и Линс будет. Поэтому не знаю, сколько будут давать за Total больше двух с половиной. Скорее всего, здесь дадут именно два с половиной на Pinnacle. Хотелось бы, конечно, полтора, но полтора там не дадут, там не дураки сидят. В принципе, тоже вариант для ставки. Брэндон Аллен против Кайла Даукауса. Даукаус, наверное, так фамилия читается. Так, ну что Брэндон Аллен, я никак не могу в него поверить до конца. Я не очень понимаю все-таки, как, будучи таким здоровым парнем, выступая в UFC с такими габаритами в возрасте 24 года, тренируясь в хорошем Кэмпе Руфус Спорт, можно только бороться и ни о чем больше другом не думать. Мне это крайне скучно и поэтому подозрительно. Я никак ему не могу простить этот бой с Мосисом Муретой, который я пересмотрел и пять раундов в возне. Вот это знаете, этот был бой похожий примерно на, грубо говоря, на вот Волков Блейдс. То, что буквально сегодня прошло, вот такая же вата. После такой ваты не хочется ставить ни за Блейдса, ни за Аллена. Ну и, собственно говоря, вот Холланд показал Аллену, что есть у него определенные дыры. Можно его и самого и побороть, и попытаться засабмитить, и в стойке чего-то ему накидать. Ну, Аллен, конечно, он такой прагматичный тип, он хорошо использует свои габариты, борется он действительно неплохо. Хотя с Холландом у него были опасные моменты, но Холланд есть Холланд. Все-таки Аллен свое забрал. Ну, а вот с Томом Бризом он уже мне, конечно, откровенно понравился. Это не могло не понравиться. Да, все то же самое. Сразу же кидаемся, проходим, прижимаем, стягиваем. Скучно, уныло, печально, прагматично, но с отличным результатом. Том Бриз – это все-таки неплохой уровень борьбы. Это, опять же, это хорошее джиу-джитсу. Это, по-моему, он чемпион Англии по вольной борьбе среди любителей. Это человек, у которого собственный зал в Англии с уклоном в борьбу и грепплинг. Возможно, конечно, он сейчас не в таких кондициях прямо, но, тем не менее, Брэндон Аллен, ну, просто ему не дал шанса вообще. Это было избиение в одну калитку. Это хороший скальп, это хороший результат. Снимаю шляпу перед Брэндоном Алленом. Перехожу к Кайл Дау Каусу, который выступил на Contender Series. В девятнадцатом году не впечатлило его выступление. Бьется в основном промоушене CFCC, где не слишком топовую оппозицию успешно душит. Любит душить. Он дарс-челк, дарс-челк, рир нэки-челк, нэки-челк, дарс-челк, дарс-челк. Ну, прямо какой-то душитель. Откуда он? Не из Бостона, случайно? С Филадельфии. Филадельфийский душитель. Кайл Дау Каус. В общем, Кайл Дау Каус – это такой Брэндон Аллен, только который делает все хуже, чем Брэндон Аллен. Ну, простой Куалин, я сказал. У Дау Кауса, мне кажется, все еще хуже. Ну, вот, например, на Контендер Сириас пропускал от Ломбарда, да и вообще в других боях, которые несколько из них посмотрел. Ну, стойка у него прям, ну, совсем такая. Грэпплерская, пригрэпплерская. То есть, он пропускает много. Вот пока он не вцепился и не перевел в тебя, он будет реально уязвим прямо. Ну, удары такие себе. Все такое какое-то медленное, все такое базовое. То есть, вот чистый грэпплер, который немножечко там что-то научился в стойке, но не более того. Ну, здесь ему стойка, наверное, не понадобится, потому что Аллен, я думаю, в него сразу вцепится. Или Дау Каус вцепится в Аллен. В общем, они будут где-то кататься внизу. Ну, я думаю, что Аллен здесь этот бой заберет. Я считаю, что он грэпплер просто более высокого уровня, который тренируется в лучшем кемпе. И, скажем, Дау Каус, мне кажется, борется все-таки тоже хуже, чем Аллен. Были там моменты в его боях, где тоже его переводили, где-то там даже и контролировали. Мне кажется, в значительной степени вот борьба Дау Кауса обусловлена его габаритами, которые у него очень тоже неплохие. То есть, он просто здоровый, физически сильный парень, который обучен грэпплингу. И за счет этого он вот неплох с определенной позицией. Можно, конечно, тоже самое сказать про Брэндона Аллена в какой-то степени. Но все-таки, мне кажется, его борьба лучше, и он еще габаритнее, чем Дау Каус. Поэтому Дау Каус-то всегда привык бороться с парнями, которые меньше его. Аллен, конечно, тоже, но здесь-то будет крупнее Аллен. Поэтому у Дау Кауса его преимущества в габаритах не будет. На Аллена дают мало. 1.34. Ну, примерно то же самое, что я могу сказать, что про Пенни, только у Аллена более уверенные выступления. Опять же, если кто-то скажет, что Дау Каус, пусть объяснит почему, расскажет аргументы. Коэффициент интересный, я бы даже сам с удовольствием послушал. Но пока у меня другого варианта, как либо ставить на Аллена, либо не ставить. Вариантов нету. Опять же, возможно, тотал меньше, что Аллен, ну, прям неплох. У него гранденпаун такой сочный. Ну, здесь уже нужно будет смотреть коэффициенты. Про тотал я пока сильно на этот бой не загадывал. Еще один отличный, стопудовый, непобедимый фаворит в лице Мориса Грина против Жанна Виланте. Тоже мне матч-ап. Я не могу сказать, что Морис Грин прямо уж совсем уж отвратителен. Я бы сказал даже, что он потихоньку прогрессирует. Но, тем не менее, остается он бойцом не самого высокого уровня. С другой стороны, в тяжах, в UFC, но есть бойцы и похуже, чем он. Ну, на Contender Series. А, это Ultimate Fighter был. А, на Ultimate Fighter что-то. Такой Contender Series. Неплохо он начал. Отомстил Хьюзу. Вот, неплохой, откровенно, бой провел с Альбини. За исключением того, что там он пропустил. Тоже у него там ноги загуляли. В общем-то, вышел. Просто сделал свою работу, используя свои габариты. И, там, более-менее поднабравшись ударки. Ну, с Павловичем такое уже не прошло. Конечно, с Павловичем бой плохой. Ну, хотя бы не в первом раунде бы это произошло. Можно было бы что-то сказать в защиту Грина. Но здесь ничего сказать. Его защиту нельзя. Ну, и с Олейником то же самое. Ну, вернее, совсем не то же самое. Ну, два раунда дал Олейнику себя бороть. Не смог защититься от тейкдаунов. Не смог встать. Ну, какой-то неумный он бой проводил там. Ему бы вот дожить до третьего раунда. И Олейник бы на третий раунд уже не вышел. Он там сильно устал с ним. И, как бы, у Грина вроде джиу-джитсу неплохое. Ну, вот не потащил он Олейника. То есть, просто Морис Грин не может прыгнуть выше своей головы. Он готов биться с бойцами, которые вот в нижней половине ростера UFC находятся. А те, которые так или иначе находятся в верхней или туда метят, как Павлович. То он просто их не тянет. Вот и все. Противостоять ему будет Жан Виланте. Ну, не знаю, что сказать. То есть, я знаю, что сказать. Но что тут говорить-то? То есть, Виланте вот за последние там три года, ну, ничего хорошего-то у него не было. У него были вот одни сплиты, 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 сплиты. Даже смысла нет обсуждать там, в чью пользу там они правильно, неправильно. Такие очень близкие бои. Все в полутяжелом весе, естественно. С определенно не самой топовой позицией. Хотя здесь, конечно, есть крепкие бойцы. Там Патрик Каминса, Малви, Эдхерман. Но это вот именно такие середняки полутяжелого дивизиона, с которым Жан Виланд выдавал очень такие близкие бои. Жан Виланд, он как бы там с одной стороны парень стойкий, который там может много принять и так далее. И стоять при этом. Но однако же у него пять поражений нокаутами, как ни крути. Хотя в последнем бою ему там Алексей Чук печень пробил. Но тем не менее, он после этого удара сложился и не встал больше. То есть мы сейчас будем иметь бой между определенно не самым скилловым, не самым опытным, но габаритным и природным тяжем. И по сути полутяжем, который уже где-то наверняка на исходе своей карьеры, который просто сказал, ребята, я задолбался гонять вес, который будет сильно проигрывать в габаритах. 13 сантиметров в Росте, 15 сантиметров в Ричи. И вот он выходит на этот бой. Ну, я опять же не могу в Жане Виланте углядеть никакого андердога. Может быть он там и есть, все-таки у него опыт. Не знаю, надо будет еще подумать все-таки. Ну, конечно же, здесь нужно смотреть опять же взвешивание и форму. Если Виланте выйдет прямо там бодрячком, не будет заплывший, то этот лишний вес как бы не сделает из него какого-то так, не знаю кого, какого-нибудь ужасного хомяка, то в принципе можно еще там подумать про Виланте, потому что просто Морис Грин не очень хорош. Но пока что я предварительно думаю про Мориса Грина. Запихал его сюда себе вот в риск. Очень не уверен, что он нужен за 1.45. Ну, может коэффициент на Грина поднимется, не знаю. То есть здесь, по сути, я какие-то решения буду принимать только когда увижу вешалку. Предварительно все-таки я за Грина. Ну, чисто вот в силу каких-то природных моментов, да, что он просто больше, габаритнее. При этом я бы сказал, что еще надо отметить, Грин, в общем-то, для Тяжа сравнительно быстрый, а Виланте, в общем-то, и для полутяжа в последних боях уже своих был сравнительно медленный. Теперь он еще наберет массу. И что вот это будет такое? Если Грин будет более-менее готов и подключит мозги, я считаю, что это просто легкий бой для него. Он просто должен держать Виланте там на джебе и все. И вот не очень я понимаю, как будет готов Виланте. Я почему-то так вот думаю, что он, возможно, будет не очень хорошо готов. И вот этот аттракцион с поднятием в тяжелом весе, но он в последнее время ни у кого не получился, и у его друга Криса Вайдмана не получился поднять и на категорию выше. Поэтому я не знаю. Пока что я про Виланта не думаю, но чисто теоретически могу подумать. Ну, а Моррис Грин, можно было бы, конечно, его заиграть, но 1.45 это вот прям не тот коэффициент, за который надо охотиться. Если коэффициент останется такой же, я, наверное, этот бой пропущу. Вот как-то так. Весьма странный ком-мейн-ивент. Микки Гал против Майка Перри. Я не знаю, что к этого Гала его продвигает, что ли, кто-то. Но Майк Перри-то хотя бы, можно сказать, заслужил. Что тут Микки Гал делает, я не понимаю вообще. С таким рекордом, с такими выступлениями. Микки Гал – это такая здоровая хрень для этой категории, которая умеет хорошо бороться в партере. То есть это чистый грейплер, джитсер. Все, что про него можно сказать. Он последнее время там тусуется почему-то… Ну, не тусуется, а видел я в Инстаграме его фотки с людьми из окружения ковбоя с Ирони. С Джо Шиллингом на вроде кикбоксинг подтягивает. Ну, собственно говоря, что о нем сказать. Кроме того, что он в шестнадцатом году там хлопнул норка-то. Ну, больше сказать-то про него нечего. Джо Шалливан – это уже пенсионер. Рэнди Брауну проиграл. Санчесу проиграл. Ну, сказал, что был не готов. Ну, так готовься. Салливан Туари. Ну, очень такой скучный бой довольно-таки близкий. Ну, наверное, он его забрал. Ну, вот сказать, что, допустим, Микки Галл там показал что-то в ударке. Да ничего он там не показал. Где-то там поприжимался, пообнимался, попереводил там. Где-то там Туари был более-менее успешен. Хотя Салим Туари уже, наверное, я думаю, уволен из UFC. Тоже такой боец совсем невысокого уровня. Поэтому я не понимаю, за какие заслуги, что он вообще даже в мейн-карде делает. Майк Перри. Вот, честно говоря, я не хочу, чтобы в октагон с Микки Галлом выходил Майк Перри. Я хочу, чтобы вышел старый добрый платинум, который оторвал бы Микки Галлу голову. Вот тот, который нокаутировал Дэни Робертса, Джека Элленберга. Вот как дрался Майк Перри, когда он пришел в UFC. Вот я хочу, чтобы такой же Майк Перри вышел и просто Микки Галла уничтожил. И мне кажется, что к этому есть все основания. Конечно, за что можно попинять Майку Перри? Ну, про Панзенибе у меня вопросов нет. Панзенибе просто хороший боец и может быть уровнем выше, чем Майк Перри. Вот Гриффин. Вот единственное, что в восемнадцатом году проиграл Гриффин. Ну, Гриффин все-таки крепкий середняк. Если Майк Перри на что-то претендует, должен он был его проходить, но не прошел. Ну, надо, конечно, отметить, что Майк Перри растет. Он пытается вот этот свой стиль, вернее, он уже его, скажем так, сильно пересмотрел. Он стал гораздо более прагматичным. Он стал лучше бороться, он стал понимать в грэпплинге. Он здесь вот участвует в каких-то турнирах по грэпплингу. Но, тем не менее, его грэпплинга для ковбоя Сирона не хватило. К Слюке бой все прекрасно помнят. Бой достаточно близкий. Провел его Майк Перри хорошо. Если бы не схавал то колено, то, скорее всего, бой бы и выиграл. Ну, Нил, опять же, Нил сейчас на хорошем подъеме. Это довольно-таки устрашающий боец. И что меня, конечно, огорчило, что Майк Перри отлетел в первом раунде нокаутом. Вот, чего с ним ни разу не было в карьере. Ну, это было печально. Но, в целом-то, Майк Перри, я думаю, что он сможет защититься от борьбы Микигала. А в стойке он просто на голову лучше. Мне не нравится вот эта последняя история Майка Перри с разводами, с нахождением новых подружек. С заявлениями, что ему там не нужен старый зал, старые тренера. Что он просто там будет выходить в октагоны. Ему будут девушки, которые стоят в его углу, говорить какой он классный. Ну, этот бред, конечно, не нравится мне совершенно. Ну, не знаю, насколько Майк Перри ко всему этому серьезно относится. Надо будет, опять же, посмотреть, как он подойдет к бою. В моем понимании, он просто лучше Микигала. И должен его просто уничтожать. И это должно произойти за коэффициент, если будет выше двушки. То в пределах двух раундов я бы про это подумал. Не знаю. Если только Майк Перри начнет заниматься какой-нибудь хренью и попадется на какой-нибудь сабмишин в первом раунде, пока Микигал еще не сдохнет. Ну, вот такое может быть. А в остальном Майк Перри должен этот бой уверенно забирать. Ну, и Дастин Пори против Дэна Хукера. Думаю, рассказывать про бойцов не надо. Я пока очень условно у себя написал здесь, что думал про Пори. Честно говоря, вполне возможно, что я этот бой пропущу в отставок. Потому что, просто как показывает практика, вот эти вот ребята, которые выглядят надежными, и последнее время это касается именно главных событий, что-то как-то они не заходят. Вроде бы и Смит лучше Тишейры, и этот черт, который на Маржа похож, как он называется. Тайрон Вудли лучше Гилберта Бёрнса. А потом Тишейра и Бёрнс выдают феерию, а Смит и Вудли ничего не делают. Как бы в этот раз опять такого же не получилось. Скажем так, если бы это был трехраундовый бой, то я бы по таким коэффициентам даже бы, наверное, притопил за Хукера. Потому что шанс у него это все-таки есть. Но я вот не могу списать оппозицию Пори, ну вообще никак. Если не считать, что он в шестнадцатом году схвал вот этот панч от Майкла Джонсон, он по сути, получается, с четырнадцатого года проиграл только МакГрегору. Ну серьезно, здесь все имена, которые можно только придумать, они здесь есть, это в основном досрочки. Не знаю, все-таки Пори это уважаемый боец и немного на него дают. Мне больше, наверное, коэффициент не нравится, то есть был бы он там за 1.65, за 1.75 было бы гораздо приятнее. У Хукера все-таки, ну определенно, более слабая позиция, хотя он там где-то ее там неплохо разгромил, тут тоже, конечно, есть хорошие имена. Но после боя с Фелдером в пяти раундах ставить на Хукера, ну не знаю я, очень рискованно против Пори. Хукер, что он может Пори сделать? Он может Пори отбить переднюю ногу, попробовать, у него хорошие хавкики. Ну и в первых раундах, пока Хукер свежий, он может залететь с каким-нибудь ударом. Удар у него есть, какое-нибудь колено или какой-нибудь там Хук, если Пори зевнет, то в принципе Хукер имеет в первых там паре раундов неплохие шансы. Поэтому, ну может быть я не знаю, может быть этот бой можно оставлять для лайва, если вы в лайве ставите. А приматч здесь как-то, ну вот на Хукера, только вот в расчете, что он что-то вот такое сделает. Потому что, несмотря на свои габариты, учитывая достаточно открытую стойку Хукера, я считаю, ну что за пять раундов-то Пори его разберет. Уж там не знаю, досрочно, не досрочно. Но как-то верить в это за 1.48 я пока вот не готов. Может быть я просто посмотрю этот бой без всяких ставок, спокойно, для удовольствия погляжу, как Дастин Пори и забьет Дэна Хукера. Вот какой-то такой обзор получился. Всем спасибо за внимание. Оставляйте лайки, комментарии, вопросы, насмешки, издевки. Всем удачи, всем пока.